По сравнению с прошлым годом, количество пожаров в Сочи значительно сократилось. Тем не менее, за полгода произошло 52 пожара. По-прежнему отмечены случаи поджогов мусора и сухой травы. Глава города отмечает, пожара в Сочи быть не должно, вот активная работа с населением по разъяснению вестись должна. Наступила жара и поливочные работы надо усилить. Кроме того, нацпарку рекомендовано ввести особый режим для посетителей. Напомню, глава Сочи и о скоплении машин на дорогах, Дорожно-патрульную службу просят где-то даже менять схему движения транспорта, чтобы избежать в активный летний сезон больших пробок. За повышением эффективности работы по санитарному состоянию города будет теперь следить новое управление по организации работы административных комиссий. Сегодня был представлен руководитель управления, которое также будет контролировать размещение рекламных баннеров и в целом городскую рекламу. Это Елена Ларина. Обсудили курортные вопросы. Все взятые пробы морской воды в местах впадения рек в море подтверждают, что море в Сочи чистое. Из восьми только две пробы не совсем соответствовали норме. Это в Лазаревском районе. Там также отмечена недостаточная работа в благоустройстве и оборудовании ряда пляжей, таких как Аквалао и Вышковарданы, Якорный щель. Такую огромную работу, которую провели наши предприниматели Аберского района, Центрального района, это немалые деньги на пляжи были потрачены. Вот. Так же Лазаревки, там замечательный самой Лазаревки пляж. Вы перечеркиваете все наши успехи, потому что о ваших пляжах говорят, что они грязные, говорят, что их там просто нет. Арендаторы пообещали исправить все недочеты и пляжные территории обустроить так, как они обустроены в Адере, Хосте и в центре Сочи. Но вести порядок в Лазаревском районе предстоит и сейлингами, которые не украшают пляжи, а наоборот портят их вид. Более того, будут обустроены новые пляжи и к ним подведут дороги. К инвестиционному форуму должны быть подготовлены проекты по развитию Лазаревского района. Пусть гостинички строят, пусть аквапарки там строят, вот зуб овощи. И тогда появятся у людей рабочие места, тех, которые там живут. У предпринимателей, которые хотят заниматься, появится желание пляжи делать. Я объяснил, что можете отдавать эти пляжи и говорить, что там временные кафешки можно поставить и так дальше. То есть нужно нам сегодня Лазаревкой заниматься, Лазаревским районом. Удивило всех собравшихся количество людей, обратившихся за медицинской помощью после укуса собак. В первом квартале 2017 года их уже более тысячи. По данным ветеринарного управления с 2013 года случаев бешенства в городе не выявлено. И все же усилить работу по отлову бездомных животных необходимо. К сожалению, показатели 2016 года по отлову по сравнению с 2015 были снижены и составили всего 76%. А данные первой половины 2017 года, где за 6 месяцев было отловлено всего 1906 голов, говорят о снижении еще на 5% по сравнению с 2016 годом. Чтобы не доводить ситуацию до критической, глава города взял этот вопрос под личный контроль и потребовал в течение недели навести порядок с бездомными животными. Краевой закон предусматривает административную ответственность для тех, кто нарушает правила выгула домашних животных. Призвал Анатолий Пахомов усилить контроль за отдыхом людей на воде, в частности, проверять постоянно те фирмы, которые предоставляют услуги на водных аттракционах и те, которые организуют джиппинг. Чрезвычайных ситуаций не было и допустить их нельзя, ведь с каждым днем туристов на курорте становится больше. Грина Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ.